Всем привет! Я Пётр Воликов, это спор Шрёдингера и у нас бокс! Через месяц Баттер Джукинбаев проведет самый большой бой в карьере, а показывать его будет легендарный телеканал Showtime. Баттер впервые подерется в США и соперник у него грозный, пуэрториканец Субриэль Матиас, у которого 16 побед нокаутами при одном поражении. Этот бой еще и самый важный для Джукинбаева. Победитель получает шанс в дальнейшем подраться за титул чемпиона мира по версии IBF. В этом выпуске я расскажу, чем занимался Баттер последние полтора года, оценю его перспективы и подробно разберу жизнь и карьеру Матиаса. К сожалению, не избежал он трагедии. Кет. А перед тем, как начать, небольшая рекомендация. Ссылки на прямую трансляцию видео боя Джукинбаев Матиас будут в телеграме и инстаграме Спорта Шрёдингера. Там мы каждый день следим за всеми нашими боксерами и всем нашим спортом. Ссылки лежат в описании. Подписывайтесь. По-братски. Мы все семья. Мы... Вот это... Одна община. Мы братья. Итак, Баттер возвращается после перерывов почти полтора года. Последний раз выходил он на ринг в январе 20-го. Нокаутировал тогда мексиканца Рикарду Лару за два раунда. Такого долгого перерыва прежде у Баттера не было. И связана пауза не только с пандемией. Хотя коронавирус, конечно, повлиял. В начале прошлого года у Джукинбаева было предложение от промоутерской компании Golden Boy Оскара Деллахоя. Контракт Баттера с канадской Eye of the Tiger Management не стал бы проблемой. Так как компании очень тесно сотрудничают и совместно ведут некоторых боксеров. Самый известный из них – Давид Лемье. Планировалось, что весной или летом Джукинбаев выступит в одном из шоу Golden Boy. Но все закончилось только интересом. Потом еще и разногласия с Eye of the Tiger снова появились. Джукинбаев уже давно просил у промоутера Камила Эстафана бой в США. Все откладывалось. Пару лет назад даже ходили слухи о расставании, но все обошлось. Летом же прошлого года возник последний большой скандал между Джукинбаевым и Эстафаном. Промоутер говорил, что Баттер отказался от боя с узбеком Иргашевым, а боксер достаивал, что ни от чего не отказывался и не успел просто сделать визу себе и тренеру из-за коронавирусных ограничений. Позже выяснится, что от бой отказался и сам Иргашев. Ему предстоит суд с американским промоутером. В общем, какое-то очень странное предложение. Кому верить? Нашему Джукинбаеву или какому-то Эстафану? Или узбеку Иргашеву выбирай? И ты тоже выбирай, уважаемый зритель. Кому верить больше? Я Баттеру верю, просто визу не сделал. Это распространенная практика. С августа по декабрь прошлого года Джукинбаев находился в Москве. Там он работал с тренером Андреем Ивичуком и ждал дату и место боя. Среди вариантов были Россия, Канада и США. Но все сорвалось. Как оказалось, все только к лучшему. Этот год начался для Джукинбаева с переезда в США. Визу все-таки сделал. Теперь он тренируется в Лос-Анджелесе под руководством Мэнни Роблиса. В прошлом Роблис приводил к титулам чемпиона мира Оскара Вальдеса, Джесси Магдалено и Энди Руиса. Именно Роблису Руиса обязан сенсационной победой над Энтони Джошуа. Вместе с тренером у Джукинбаева появился и новый менеджер. Им стал американец Рик Мириджан, который работает с МТК Глобал. С этой компанией заодно подписался и Баттерн. Мириджан тоже не ноунейм, а один из лучших в своем деле. Среди его клиентов чемпион мира Хосе Рамирес и восходящая звезда Вирджил Ортис-младший. Блин, для меня, когда говорят звезда Вирджил, совсем другой человек. В общем, полный комплект теперь у Баттера. Промоутера, однако, остался прежний Камиль Эстафан. Но выступать Баттер теперь будет в США, а не в Канаде, где провел все предыдущие 18 боев. Остается только готовиться. Изначально Баттер мог дебютировать в США и на шоу Тайм еще 10 марта. Контору спалил американский боксер Брэндон Ли. Он опубликовал афишу вечера бокса, как выяснится позже, это была предварительная версия постера. Видимо, как раз в тот момент уже велись переговоры между командами Джукинбаева и Матиаса. Этот бой будет частью мини-турнира от IBF. Победитель выходит либо на британца Льюиса Ритсона, либо на аргентинца Еремиса Понце. Победитель мини-турнира станет либо обязательным претендентом, либо завоюет вакантный титул. 22 мая в первом полусреднем весе определится абсолютный чемпион мира. И все идет к тому, что Джош Тейлор и Хосе Рамирос после этого боя уйдут в полусредний вес. Где денег и звезд в разы больше. А все четыре пояса чемпиона мира станут вакантными. Куда, собственно, Джукинбаев и рвется, да? Давай, Баттер, давай. Теперь настало время поговорить о Матиасе. Куартериканцу 29 лет, он на год младше Баттера. Любительская карьера у Матиаса была короткой, впрочем, как и у Баттера. Главный бой в любителях Субриэль провел против Даниэлита Зорильи. Того самого, который в марте со скандалом победил нашего Руслана Мадиева. Всего в любителях у Матиаса по его подсчетам 80 побед и 20 поражений. Вообще Матиас и не собирался связывать жизнь с боксом. В зал он впервые попал в 12 лет, что довольно поздно. В профи перешел в 24, да и то тренеру и менеджеру пришлось его уговаривать. Матиас в то время работал массажистом и садовником. И, конечно, не все время уделял спорту. Я когда в детстве был, я смотрел фильмы про Супермена и хотел стать Суперменом. Он, по-моему, не те фильмы смотрел, где садовник, кто там еще, массажист. Первого громкого успеха в профи Матиас добился уже в четвертом бою. За два раунда он нокаутировал Джеффри Фонтеса, у которого было 18 боев, 7 выступлений в США и победа на Мэдисон-Сквэр-Гарден. Фактически Субриэль отправил Фонтеса на пенсию. Тот больше уже не выступал. Сам Матиас первые пять боев провел на родине. Потом дважды заезжал на Доминикану, а вот дебюта в США пришлось ждать до июля 2018 года. К тому моменту главными скальпами Матиаса стали колумбийские братья Прискоты. Даулис, бывший претендент на титул чемпиона мира, продержался три раунда. А его брат Брэдис, ночной кошмар Амира Хана, улетел в нокаунт за четыре раунда. Для дебюта в США Матиасу нашли еще одну угасающую звезду. Аргентинец Фернандо Сауседа когда-то выдержал 12 раундов в бою за титул чемпиона мира, но Матиас отправил его в нокаунт и, собственно, сразу на пенсию за неполные три минуты. А второй бой Матиаса в США закончился трагедией. 19 июля 2019 года Субриэль встретился с россиянином Максимом Дадашевым, который тоже не имел поражений. Бой транслировался на СПН и до 11 раунда ничто не предвещало беды. В 11 раунде Дадашев сильно замедлился, но каким-то образом продолжал выдерживать удары Матиаса. В перерыве на 12 раунд тренер Бадди МакГирд уговаривал Дадашева прекратить бой и в итоге его остановил. К сожалению, предотвратить трагедию не получилось. Дадашеву после боя стало плохо, врачи провели трепанацию черепа и ввели в кому, но это не спасло. Он умер в больнице. Не представляю, что в тот момент чувствовал Матиас. Его по-прежнему нет в соцсетях, но после смерти Дадашева он завел твиттер, в котором написал всего одну фразу. Она не нуждается в переводе. К счастью, Матиас смог психологически восстановиться и вернулся на ринг. Провел разминочный бой в Порто-Рико и приехал в США на поединок с Петросом Ананяном, который вместе с Дадашевым выступал за сборную России. Перед тем боем Матиас признался. Вы говорите с мертвецом, которого Бог вернул к жизни. Это была не просто красивая цитата. Он признался, что действительно мог умереть в 2012 и 2013 году, когда получал огнестрельные ранения в Пуэрто-Рико. Вот так подстриг газон, видимо, да? Не на той лужайке пошел стричь. Бой Матиаса-Нанян прошел в андеркарте реванша Фьюри Уайлдер и завершился сенсацией. Петрос сделал апсет, хотя перед боем ставки на его победу принимались коэффициентом от 11. Петруха, бля, машина! 1-0-2 был кайф на Матиаса. Более того, Петрос стал первым, кто отправил Матиаса в нокдаун. Сам бой, продлившийся все 10 раундов, стал одним из лучших в 2020 году. После поединка промоутер Матиаса Хуан Оренго был в ярости. Виновным в поражении он назвал самого боксера, который плохо тренировался. На тот момент Матиас уже был обязательным претендентом для Джоша Тейлора. Надо было лишь подождать, когда IBF санкционирует бой. В итоге поражение и два шага назад. Выводы Матиас, кажется, сделал. Следующий бой он провел образцово. Малик Хоукинс из промоутерской компании Флойда Мэйвезера на пресс-конференции задирал Субриэля. Говорил, что тот боец второго-третьего эшелона, но на ринге ничего сделать не смог. Упал в нокдаун, получил запрет от врача продолжать из-за заплывшего глаза и лишился нолика. За этот бой Оренго похвалил Матиаса. Он упорно пахал 9 недель. Цель на 2021 год, титул чемпиона мира. Он готов. Точно такой же настрой и у Джукинбаева. Много общего у соперников. Практически равное количество боев оба рядом в рейтинге IBF. Оба никогда не дрались по правилам 12 раундов. Да и уровень соперников не отличается. На двух претендентов Джукинбаев может ответить только победой над экс-чемпионом мира Мигелем Васкисом. Оба уже знают, что такое вставать после нокдауна. У Субриэля пока один нокдаун, у Баттера их два. Традиционно обойдусь без прогноза. Просто отмечу, что этот бой ключевой в карьере Джукинбаева. До титула чемпиона мира остается 2-3 шага. И кто знает, когда еще такой шанс предоставится. С мотивацией и подготовкой у Баттера, надеюсь, не будет проблем. Мы в любом случае проснемся рано и будем болеть. А чуя и вообще спать не будет. Ну и пару слов про вечер бокса скажу. Пройдет он на стадионе Дигнити Хелл Спортс Парк. В Карлсоне это пригород Лос-Анджелеса. Вы точно знаете эту арену по старому названию Стаб Хаб Центр. Здесь Денадий Головкин дрался против Рубио и Мартирасяна. В главном событии вечера встретится филипинская легенда. Когда-то лидер рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса. Нанита Денеев и чемпион WBC в наилегчайшем весе Нардин Аубали. Для француза Казахстан не чужая страна, кстати. В 19-м году он провел в Астане первую защиту своего титула. Тот вечер бокса был первым для компании МТК в нашей стране. Другие поединки андеркарта пока не объявлены. Даже француз в Казахстане дерется. Визу не может Казахстан получить. Ну а на сегодня все. Еще раз бой Джукинбаев-Матиес пройдет 29 мая. А у нас по казахстанскому времени будет это уже 30 число. Подписывайтесь на спортшредингеров в телеграм и инстаграм. Алга Казахстан, Батор, дерзаем и победим. Пока. Мальчик делает интервью с красавой, мужчина с пихливонидина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова